Для представления на должности руководителей загранучреждений Республики Беларусь приглашены следующие сотрудники. Белый Игорь Георгиевич представляется на должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь Южноафриканской Республики и по совместительству Республики Ватсвана, Республики Мозамбик и Республики Намибия. Балиновский Сергей Николаевич представляется на должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Сербия и по совместительству в Республике Северная Македония. Романовский Роман Геннадьевич представляется на должность чрезвычайно полномочного посла Республики Беларусь в Республике Индонезии и по совместительству в Малайзии, Республике Сингапур и Республике Филиппины. Муцухов Александр Николаевич представляется на должность Генерального консула Республики Беларусь-Мумбаи, Республика Индия. Товарищ президент, все указанные сотрудники проверены, проведены соответствующие собеседования, изучения, обстоятельств препятствующих, назначения на указанные должности не установлены, все готовы работать в указанных направлениях, если будет принято решение. Спасибо, Сергей Федорович. Чем отличились так люди, что из большой когорты мы выбираем их? Товарищ президент, все представленные сотрудники имеют значительный опыт дипломатической работы, он составляет больше 20 лет. Все сотрудники обладают необходимыми знаниями, навыками, имеют опыт работы в загранучреждениях, зарекомендовали себя на нынешних должностях в качестве грамотных специалистов, патриотично настроены и уверен, что они будут достойно представлять нашу республику в тех странах аккредитации, которые предлагается сегодня утвердить, и будут отстаивать наши интересы в этих странах, продвигая в первую очередь экономическую повестку дня, которая сегодня для нас является приоритетом. Хотелось, чтобы они понимали, что мы их будем оценивать прежде всего за торгово-экономическое сотрудничество со странами. Если мы говорим, допустим, о Южноафриканской республике, может мы там и не преуспели, возможно, мы там не преуспеем, но вот Мозамбик, который совсем недалеко от известной нам страны, Зимбабве, так? Мы говорили, что, и уже переговорили с президентом Мозамбика, он как бы пообщался, там будет посол, точно так, в Зимбабве. Хотелось, чтобы вы поддерживали контакты. Нам Мозамбик, ну, образно говоря, прицепом надо зацепить за Зимбабве. Они очень заинтересованы в нас, и мы там со своими технологиями, особенно в аграрно-промышленном комплексе, можем здорово им помочь. Проблем там очень много. Ну, Зимбабве сегодня рады, что они накормили наконец-то хлебом людей, убрать хлеб не могли. А сейчас они убираются, 2-3 урожая, они обеспечили себя главным продуктом. Ну, почему мы Мозамбику не можем помочь? Можем. Поэтому надо разобраться в ситуации, и главный акцент делать на той стране, где мы очень нужны, и где мы можем им помочь, но, естественно, это не благотворительность. Поэтому посмотрите на это. Но уже будучи там, я заметил, что мы с Мозамбиком можем поработать. Что касается Сербии, надо серьезно изучить тут и наши проколы, и Министерство иностранных дел, может, и передержали там послать по определенным причинам. Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, ну, это их работа, пускай определяются и поддерживают. Если они забыли то добро, с которым мы шли к ним. Но мы выходим еще на одну проблему, о чем я говорил. Если Запад и Америка не хотят с нами сотрудничать, ну, хорошо. Будем сторожить свои там посольства, где это надо, а основных дипломатов мы должны перебросить на те направления, где мы видим движение. У нас по многим странам есть движение, мы сотрудничаем со многими странами, надо их усиливать. Это будет касаться и Сербии. Просто вам надо политически там разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное, такая политика никому не нужна. Вот поэтому надо здесь разобраться. Ну и Дальний Восток, кроме каких-то эпизотических экономических контактов, торгово-экономических, иначе не скажешь, мы там не очень-то обосновались. Надо закрепляться. И Индонезия, и Малайзия, да и Сингапур. Это интересные для нас страны, и везде мы должны полтора-два-три проекта найти. Это ваша задача. В Дели надо объединяться. Я имею в виду Индию. Надо объединяться однозначно, не делить там посольства, консульские подразделения. Если надо усиливать, значит, надо усиливать. Мы должны наладить более тесное сотрудничество с Индией, которое будет выражаться прежде всего в экономике торгово-экономических отношений. Глобальнейшая страна, огромная. Мы должны видеть там свой интерес. Поэтому непроходные сегодня фигуры у нас к назначению, и очень большие задачи, которые придется решать в этих странах. Спасибо. Спасибо.